Здравствуйте! У нас уже далеко за полдень. Прекрасный, тёплый денёчек. Пролился дождь, но снова засияло солнце. Как это говорится? Август, падают звёзды. Август, кончается лето. А за окошком рядышком где-то осень крадётся. Почти незаметно. Да и вправду. Незаметно, как лето пронеслось. Практически пронеслось. Вон уже слопали рябинку. Дрозды, которые налетали целыми стаями. Вот-вот покраснеет дикий виноград, и деревня приобретёт великолепные оттенки в ярких красках. И уже появились жёлтые пряди на деревьях. Осень. Скоро осень. Ну, а для того, чтобы подготовиться к зиме, которая так или иначе наступит, ну, тоже приятное время года, каждый хорошо по-своему, стоит подумать о запасах на зиму. И одно из них, этих приятных вариантов сбора урожая, это, конечно, орех-лещинник. Кстати, очень многие могут перепутать в лесу листья орешника с элементарной ольхой. Но на ольхе, к сожалению, орехи не растут. Я притащила в своё время несколько кустиков из леса, посадила у себя. С этих я уже собрала урожай. И уже на протяжении ряда дней таскаю орешки из леса. Ну, конечно, не кокос, но тем не менее. Эти малюсенькие орешки куда мельче, чем фундук. Но тем не менее, они также богаты витаминами, минералами и являются очень питательными. И наши предки в своё время заготавливали их в изобилие, если случался ореховый год. Ореховый год бывает не каждый раз. Да и, собственно, не на каждом кусту лещинника произрастают плоды. Но если постараться, то можно что-нибудь набрать и заготовить. А вот по теме, как заготовить, всё-таки хотелось бы сказать несколько слов. Сегодня случилось так, что мне не довелось попасть в лес, поэтому я решила заняться конкретно орешками, которые успела притащить. Сегодня постараюсь объяснить, как и что с ними делать. Вообще, дело такое, как сбор орехов, весьма увлекательное. А главное, замечательная профилактика возникновения двойного подбородка. Но и к тому же несколько травматичная. Потому что, когда смотришь наверх, не стоит забывать, что под ногами могут оказаться всяческие коряги. Ну, что до меня, то мне, тем не менее, удалось набрать достаточное количество. И вот эти орехи сегодня должны поступить в переработку, чем я, собственно, уже и занялась. Сначала надо их облучить. Облучить – это значит извлечь сами орешки из шелухи, в которой они находятся. Вот это вот зелененькое шелупень. Кстати, великолепное дубильное вещество. Его можно применять даже для выделки шкур. Но меня интересует в данный момент не столько шкур, которых у меня пока еще нет, как сами орехи. Поначалу может показаться, что они все еще зеленые и не созревшиеся. Но для этого надо просто-напросто провести небольшой эксперимент. Вот на прошлой неделе, в воскресенье, после стрима я осталась в весу, чтобы добрать грибы, и взяла с собой оттуда на пробу несколько орешков. Долбанула молоточком и выяснила, что ядрышки уже полные, и орехи начинают темнеть. Снаружи они кажутся светлыми и незрелыми, да и, собственно, и ореховый спас обычно празднуется где-то 29 числа. Впрочем, могу ошибаться. Но нынешнее знойное лето показало, что за орехами уже можно отправляться в лес. Ну, что я, собственно, и сделала. И вот теперь я занимаюсь своим урожаем. Просто так в шелухе оставлять не стоит. Да, собственно, очень много места все это будет занимать, и надо орешки облучить, то есть избавить от кожуры. Но при этом возникают некоторые проблемы. Во-первых, мы уменьшаем объем. Согласитесь, сколько орехов здесь, насколько мало их станет, когда они избавятся от своего зеленого покрова. Но надо смотреть, что с ними происходит. Если орех вот так вот потемнел, это значит, что его можно выкидывать. Он не годится. Будет гнилой, и пытаться расколоть его и добыть вкусное ядрушко бесполезно. Попадаются орешки вот с такими вот черненькими отверстиями. Это тоже можно спокойненько отправлять в шелуху, потому что там завелся червь. Но если в лесу вам попалась вот такая вот вроде бы роскошная гроздь, но орехи на ней темные, можно тоже спокойненько выбросить, потому что ни один из этих орехов не пригоден. А вот стоит им полежать немножко тем, которые достойны того, чтобы их продолжать обрабатывать затем парочку дней, и даже светлые орешки приобретут уже темный и очень приятный цвет. Но очистка орехов – это еще не все. Их предстоит прокалить. Вообще каленые орехи – это не значит те, которые расколоты. Это те, которые обработаны на огне. Ну, а для этого, сами понимаете, нужна печка. Ну, в городских условиях это может быть и плита, но в моем варианте все немножко по-другому. И сейчас я покажу, как это все будет происходить. Ох, вот и в моей маленькой печке заполыхал огонь. Как же я давно ее не топила. Большой русской я уже несколько дней подряд сушу грибы. А вот это, вот это зрелище вызывает у меня некоторую ностальгию по зиме. Когда я ставила свой телефон на пенек и читала книги. Елки-палки, я обязательно к этому вернусь, потому что вот это зрелище можно наблюдать бесконечно. Но это еще не скоро. Зима, зима не за горами, но ее тоже надо подождать. В принципе, у каждого времени года есть своя прелесть. Но сейчас мне огонь нужен для того, чтобы просушить орехи. А пока печка разгоралась, прикрою, чтобы жар не выходил, я продолжила чистить орешки. Кстати, если орехи очень плохо отделяются от шелухи, не стоит ломать себе ногти и мучиться. Просто надо им парочку дней дать еще полежать. И они совершенно спогодно будут покидать свои гнезда. Некоторые орешки вылезают просто сами. И наверняка внизу корзинки уже, независимо от того, чистливы ли или нет, находятся орехи, которые выскочили из кожуры сами. Ну, а на моей плите голландки творится следующее действо. Орешки начинают поспевать. И для того, чтобы они подгорели, надо их перемешивать ложки. Ну, вот, как всегда, домотканные, деревянные, старые, намоленные. И вот, орехи приходят в норму. Так, а вот этот, а вот этот с дырочкой, значит, просто-напросто выкидывают в пакет. Потому что в нем по-любому послился червяк, и он уже сожрал все внутрь. Обидно возиться щипцами, если хочешь получить вкусный ядр, чтобы обнаружить, что внутри ореха ничего нет. Ну, а на подходе, как только вот эти приготовятся, уже следующая емкость. Вот эта старинная сковородка досталась мне от моей соседки, которая мне ее подарила, и я ее очень ценю. Потому что, что шиповник посушивать, что вот такие вот плоды лещинника, это просто за счастье. Противень, конечно, хорош, но горки очень высокие. И надо действовать очень аккуратно, чтобы на что не вылетало за кадр. Испаряется влага. Если... Так, еще один. А, еще один прокованный орех. Так вот, если орехи не прокалить, то как бы хорошо вы их не подержали на соловушке или где-то еще просушили вне печи, они начнут постепенно покрываться плесенью. Будет ни на что не пригодно. Просто испортиться. А вот так они колоться будут лучше и гораздо вкуснее станут. Но теперь главное не перегреть, не пропустить. Ну, а затем, когда я все это закончила, я буду их сохранять вот в этой высокой красивой корзинке. И постараюсь сохранить их на печи, чтобы они постоянно находились в сухом месте. Вот этот корзин, как вы знаете, это защита от мышей, потому что они, слава богу, по потолку еще не научились бегать. А вообще мышки наружки. И это наш бич. Бич, особенно в зимнее время. Сейчас им хватает пищи на улице, но если в избе готовится что-нибудь вкусненькое, они не применут нас навестить. Да, хорошо в деревне летом и зимой ничего. Честно говоря, я уже предвкушаю, как буду лопать вкусненькие орешки, сидя в своем любимом кресле, в длинные долгие зимние вечера, созерцать огонь в печи и при этом читать какую-нибудь интересную книгу. Ну, а сейчас, сейчас все еще лето, хоть оно и кончается, но наверняка все будет здорово и замечательно. А завтра, завтра я снова рвану в лес, пользуюсь оплодами природы, но стараюсь не нанести ни малейшего ущерба. Ну что ж, ребята, всем здоровья и удачи, увидимся, услышимся. Удачных дней. До свидания.